Девушки отдыхают Здравствуйте, меня зовут Оксана И сегодня приехали меня поддержать Моя любимая сестра Елена И пилот, который ее доставил в Москву Оксана, 24 года Гражданский муж запрещал ей работать Встречаться с друзьями И ограничивал в деньгах А после разрыва отношений забрал ребенка Оксана в прошлом артистка балета Сейчас работает администратором в ресторане Гордится тем, что самостоятельно выучила английский язык Мечтает поступить на курсы Академии киноискусств в Лос-Анджелесе Предупреждает, что выйдет замуж Не раньше, чем через три года После знакомства с мужчиной Признается, что готова стать женой официанта Оксана никогда не обратит внимание На мужчину с холодным взглядом И не видит смысла в отношениях С большой разницей в возрасте Выйдет замуж за веселого авантюриста С горящими глазами, добрым сердцем И стабильной работой Зачем вам опять авантюрист? У вас уже один такой был весельчак Все-таки я считаю, что авантюрист иностранный И русский, это две разные разницы Приятная девочка Юра, вы с ней внешне вообще просто идеально посмотрелись Сколько вам было лет, когда вы познакомились со своим горячим финном? Мне было 20 Ему сколько? На вид он выглядел на 34 И потом я в него как-то стремительно влюбилась Он такой харизматичный Как голливудская звезда С улыбкой открытой Выяснилось, сколько ему? 54? Нет, выяснилось На тот момент ему было 40 И приближалось к день рождения 41 год Глаза какие-то, как же Да Глазки-бусинки Глазки-бусинки Да Глазки-бусинки Утануть можно просто Вы на самом деле влюбились? Чем он вас покорил? Первым делом меня приворожила его такая большая в себе уверенность, самоуверенность То, что он держался не как все, не как русский человек Он был очень ухоженный, педантичный Послушайте, а русские мужчины просто все ходят в лаптях и с медведями, да? Как представляют там? Ну, с этим-то у Кирилла неплохо, с самоуверенностью, поэтому я думаю, что будет в порядке Через сколько времени вы приехали к нему в Финляндию? На самом деле процесс ухаживания был довольно долгий Три месяца мы созванивались, у нас были постоянные переписки И потом в один момент, после его нескольких приездов в Петербург, он меня пригласил приехать к себе Я приехала, он очень был горд мной, он сразу же повел меня знакомиться со своими родителями на официальный ужин Полная аристократия, ножи-вилочки То есть я для себя в тот момент поняла этот жест очень серьезным А вы из какой семьи? Я из семьи, у меня мама педиатр и папа, он бригадир по ремонту дорог Да, хорошо, и вот вас встретили его родители, вам показалось, что это официальное знакомство невесты? Ну, мне оно показалось очень многозначительным, потому что до этого у меня в жизни ничего подобного не было Я подумала, что это было очень серьезно А предложение он вам делал? Предложение он не делал, но он рассматривал наши отношения в такой долгой перспективе Он говорил о детях, он меня обхаживал, но он был очень обходительным Вообще в силу своего возраста, пускай небольшого, 30 лет, да? Но я могу сказать, что впечатление положительное производит И вот однажды проснулись с тошнотой и поняли, что вы беременны Вы ему сообщили об этом, он обрадовался Вы знаете, ну, не кривя душой, что, конечно, это его шокировало И он не был морально готов Я думаю, он одинокий волк, ему вообще, по идее, никогда не нужен ребенок Дорогая моя, у него были жены, дети? Нет, никогда, у него были долгие отношения, которыми он гордится То есть то, что он не гулял направо-налево, а что была всегда женщина определенная Но детей не было, детей не было Хорошо, и он так испугался, что стал вас уговаривать сделать аборт Да, да А вы задали вопрос? Why? Honey? Нет? Да, конечно, я ему сказала Почему медовый, сладкий? Он сказал, ну, конечно, я понимаю, я планировала, я хотела с тобой иметь детей Но не сейчас, а через лет десять Я говорю, дорогой, так через десять лет у нас, как бы, ты будешь не в таком состоянии То есть, ну, подумай, что когда ребенок родится, ты в шестьдесят лет с ним планируешь бегать в футбол играть Через десять это значит никогда То есть, да И вот вы забеременев, он ходит с кисляком на лице, вы на аборт не идете? Мне удалось ходить с кисляком, потому что я сразу же уехала в Петербург Я сказала, если ты не хочешь этой проблемы, ее не будет, то есть, но я уеду и оставлю ребенка себе Все, ставим точку Это мерзко, это не мужчина Я уехала в Петербург, и он мне начал названивать, плакать, в прямом смысле слова плакать И просить прощения, извиняться и говорить то, что все будет по-другому, что он будет любящим отцом и мужем И, конечно, я вернулась, я решила дать ему шанс А вы вернулись на каких правах? Правах невесты или по-прежнему беременной питерской девочки? По-прежнему беременной питерской девочки, да Качественные отношения как-то изменились? Нет, скорее всего, они стали еще хуже Можно сказать, что у меня человека просто рядом со мной, партнера, мужчины не было Потому что он продолжал путешествовать Вот, Оксаночка, и вы, когда поняли для себя, что Горбатова исправит могилу, будучи беременной, решили вернуться в Ленинград? Нет, я успела родить там, на той территории, потому что у меня преждевременные роды были Еще такая у нее судьба-то не было Слушай, ну придется познакомиться с ее бывшим мужем И вы по-прежнему до родов терпели все эти его загулы, понимали, что вы ему не нужны, в ЗАГС он вас не повел Понятно, был определенный страх, какой-то внутренний И какая-то надежда, что после того, как человек увидит ребенка Почему вы сейчас его оправдываете, увидит ребенка, и ну хорошо Да, и изменится Вы родили там, а мама что вам говорила все это время? Мама была против Ну, знаете, вы на злой маме отморозили себе не только уши, поэтому вы там родили ребенка Да, и что тут началось? Ну, мы жили, жили, я терпела его поездки Я пыталась несколько раз до последнего моего ухода уйти А про ЗАГС-то не заговаривали? Нет, не заговаривали Мужчина теоретически хотел семью, ребенка, но сам был не готов абсолютно к этому Хотел игрушку себе молодую, красивую Игрушку, да, за ребенка, ну, по ребенку получилось, ну и ладно Вы не работали, вы занимались ребенком, он вас держал в черном теле, да? Ну да, да Нет, кормил, кормил обязательно Но деньги вам наличными не выдавал? Нет То есть вы должны были отоваривать в определенном магазине, по какой-то там карточке Да, по какой-то карточке, да А вопросы по-прежнему не задавали? Думали, ну вот пойдет ребенок в школу, он изменится Или как даже женится? Нет, понимаете, там такая ситуация, ее сразу не расскажешь Он меня, во-первых, чем он меня держал? Он всегда говорил мне, кормил меня завтраками, так сказать Что мы в перспективе переедем в Петербург обязательно Там мне будет мамочка помогать Там я смогу наконец-то заняться своим любимым делом, балетом Не, интересная история, но она такая, можно сказать, типичная Но, не знаю, тяжелая она такая история Вот вы однажды приехали, да, в Санкт-Петербург с ребенком Почему обратно вернулись к нему? Потому что он меня пугал интерполами И я, потому что я молодая, да, у меня нет юридического образования Послушайте, ну молодая, мозгов же хватило для того, чтобы спать со старым финном В два раза старше себя уехать и начать вот так жизнь Ну прекратите, вы же в социуме, у вас же есть подруги, есть друзья Ой, ну ладно, а что это у нее? Мама, вон, смотри, какая непонятная вообще-то Папа-то, ну не знали, хотелось жизни хорошей Как же в пекло ехать, Лариса про это говорит Если он издалека вас пугал, то что ж вы к нему-то ехали? Вы знаете, есть такой... Жить хотелось хорошо, а что здесь такого? Вы знаете, есть такой эксперимент с мышками Двум мышкам провели электроды в головной мозг И перед ними поставили кнопочку И одна мышка ее нажала, ее ударило током Она подумала, что это такое, больше не буду туда Подходить, а другая нажала раз, ее так ударило Она подумала, что-то интересное, надо еще раз попробовать И вот пока ее, наверное, последним электрошоком не ударит Она не поймет, что вот это хватит Оксаночка, Оксан, вы мне это не рассказываете Я думаю, что все-таки еще первая Если бы этот Финн украл у вас фамильные сережки и пропил бы их Я бы сказала, ну глупая девчонка Он у вас ребенка вашего украл Ребенка Понимаете, поэтому О чем мы сейчас говорим? А вы с яйцей сидите Как сказать, если ребенок воспитывается в сфере Ну, с рождения, да, в такой сфере Он, может быть, конечно, будет теоретически понимать, что Где-то там есть мама Ну как так, где-то там есть мама? Мама, она должна быть рядом с тобой Никто не заменит мать Когда вы собрались уже оттуда убегать, собирали вещи Вы ведь смогли маму вызвать в лахте, чтобы она вам помогла собрать вещи И пока вы собирались с мамой, в это время заявился ваш муж, что естественно И сказал, нет, милая, вот ты с мамашей убирайся, а ребенок останется здесь И вы собрались и уехали с мамой Вы знаете, потому что он себя позиционировал не как отец Он за два с половиной года ни разу ребенка не покормил молочком Ни разу не помог мне вместе с ней, с семьей выйти в парк Оксаночка, то, что он финский урод отмороженный Я уже это поняла А то, что он об вас вытер ноги Это тоже, это же очевидно Ну, вообще тоже странно Вот мужчина решил, решил ребенка матери Вот каково вообще ребенок, когда вырастет Что он скажет ему? Скажет ему спасибо папа? Он вам поставил условия Оксана, я не хочу, чтобы мой ребенок жил в нищете Вы купили квартиру Или она у вас там, я не знаю, каким-то образом появилась Он приехал и проверил Он сказал, пока у тебя не будет хорошее Он приехал и проверил Он приехал с дочкой? Он мне поставил условия Он приехал с дочкой? Он приехал один Квартиру-то откуда? Я снимаю А, то есть вы ему показали съемную квартиру? Да, да, да Ой, эти квартиры в Финляндии копейки стоят Я их, я и 10-таки куплю там Это вообще не проблема Ты же барин все-таки из Петербурга Сколько сейчас дочке лет? Два, два и восемь Как вы часто ее видите? Я три раза в месяц На что вы надеетесь? Вот в идеале Как вы видите эту ситуацию? Как она может разрешиться? В идеале я верю, что ее папа-путешественник все-таки поймет, что ему, как он мне всю жизнь говорил, что он никогда не променяет путешествия на семейный уют У него уже сейчас есть эта девочка, которой могут заниматься его родители Еще раз говорю Родители не могут ей заниматься Оксана, значит, послушайте меня Послушайте меня Просто так, по ощущающему велению, ваша девочка с вами не будет Для этого нужно бороться с утра до ночи Писать кучи писем Бить во все колокола По крайней мере, вы хотите там жить с ребенком Мы хотим, чтобы рядом ходить Вы знаете, я просто не верю, что все эти судебные процессы хорошо отразятся на психике ребенка Что лучше в данной ситуации именно, чтобы она росла в спокойствии, чтобы он там не жужжал при ней, что она плохая мать или еще что-то Вы отказались уже от нее? Я не отказалась, нет, я не отказалась Я просто надеюсь, что у меня будет достаточно в один день сил, чтобы активно за это бороться Молодец, она не теряет оптимизм, она абсолютно пытается, надеется, что будет все хорошо, и ребенок вернется к ней Это противоестественно Мужчина, не мать, у него нет этого материнского инстинкта А ваш инстинкт, я не знаю, вы должны полы мыть в парадных, в том доме, где живет ваша дочь Вы должны быть там, понимаете? И тогда, может быть, сердце вашего мужчины смягчилось бы И тогда только, когда он бы видел совершенно патологическую, безоглядную любовь к вашей дочери Он бы сказал, Оксана, прости меня Он бы так никогда не сказал Он бы сказал, потому что у этого человека нету сердца Ой-ой-ой, слушайте, давайте, уж невозможно, скучно стало У нас женихи сейчас все там, поумирают в этих комнатах Не бывает безвыходной ситуации? Нет, в любом случае, вдвоем проблемы решаются Вдвоем? Легче Намного проще, чем одному Невеста, не плачь, как говорить, ничего страшного Всякое в жизни бывает, Оксаночка, 24 года нас, как говорится, возраст спасает Найдем мы тебе сегодня либо Бэтмена, либо Железного Человека Или как он там у них, герой называется А на что мужик нужен, пусть проблемы решает А девушка в беде, как говорится, это тоже И определенный, как говорится, вкус и смак Саша, не переживай, красавица Найдем сегодня, решим А знаешь, сколько он мужиков выстроится в очередь, чтобы вот такой вот фасадной девчонке помочь? Расплакалась бедная вообще, представляешь, какие эмоции Сегодня вечером Марс переходит из Козерога Из такого классического, стандартного для мужчины знака, водолей Вам придется принять мужчину как интеллектуала, свободного, независимого И стать самой независимой от него Вот на это обратимся сегодня Сделаем Уйдем не с пустыми руками Анализ гороскопа требует предельной собранности Поэтому я рекомендую пить чай Акбар Богатый вкус и утонченный аромат которого Помогают мыслить четко и поддерживать бодрость После рекламы у нашей невесты состоится первое свидание Не пропустите В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Оксана Идите, знакомьтесь с первым женихом Удачи Привет, меня зовут Кирилл И первый подарок для тебя Я думаю, я не могу такое принять Это от моего друга, который занимается декоративными украшениями Так что ручная работа Конечно, иначе я подарю сейчас ведущим Можно отдать моей сестре? Можно отдать сестре, да Посчитай, как ты считаешь нужным Спасибо Также подарки приготовили мои друзья для вас О, как хорошо Держи, милая Так я не отдала никому Спасибо 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 Люблю, я золк Красиво Нам такого еще подарили Спасибо Да нет, ну так тоже не скромно Например, что прийти, если же им что-то подарить Приположим С кем вы пришли? Я сегодня пришел с моими хорошими друзьями Это Иван и Сергей Давайте на нас посмотрим Кирилл 24 года Ведущий праздничных мероприятий Преподаватель бальных танцев Гордится тем, что танцует с 17 лет Мечтает увидеть весь мир своими глазами Предупреждает, что по утрам пьет молоко И два раза в месяц уезжает из страны Через год после свадьбы Жена Кирилла настояла на разводе Но так и не пояснила, по какой причине хочет разрушить семью Надеется, что Оксана будет с ним откровенно Всегда Я так понимаю, что тайну ухода вашей жены От такого прекрасного Кирилла Мы будем сейчас разгадывать все вместе Ваша версия, милый друг Вы знаете, моя версия такова, что я до сих пор не понимаю и не знаю Почему она так поступила Во сколько лет женился? Женился я, не знаю, рано это или не рано В 19 лет Действительно Я думаю, поздновато Это очень поздно, я тоже так думал Брокки выщипаны, да Да, у этого женишка Женишок Бальзаминов А ей сколько было? Она много старше меня То есть студентами? Студентами, да Родители не были против? Вы знаете, родители против не были Вы жили вместе год, как жили? Жили мы с ней прекрасно Вы знаете, у нас была как идеальная семья А жили где? То у меня дома, то у нее дома Ну, в общем, когда вы на год уже налюбились выше крыши, поняли, что ничего больше не осталось Вы не знали, что делать дальше? Потому что вы повзрослели немножко Да, да Так и было И развелись, так сказать, полюбовно Вы знаете, не то, что полюбовно Я, на самом деле, даже не ожидал от нее Развода Было сказано следующее, что Кирилл, я тебя до сих пор люблю Но нашла другого дядя Но быть, нет, быть с тобой я не могу Давай с тобой поживем Немножечко Я на пожилание ночко отдельное с богатым дядей А вот этого я не знаю Ну, как не знаете Конечно, знаете Догадывался Ушла она от вас к взрослому, к денежному Догадывался Да? Вы вздохнули или переживали? Вы знаете, я первое время переживал, а потом вздохнул и отпустил Не, ну так вроде он не симпатичный, да, такой Ну, да, приятный Такой смазливый для маленьких девочек, таких, которые еще... Слушай, слава богу, слава богу, слава богу, для такой, как она Нет, он внешне абсолютно приятный Ну, да Как вам кажется, Оксане просто легче сейчас жить одной? Она успокоила себя тем, что, ну, девочка вырастет, сама все поймет Когда исполнится 21 год, она приедет к маме Вы знаете, я думаю, что одной ей в любом случае тяжело, да, потому что я, в принципе, испытал все то же самое А что вы, вы были брошенным мальчиком? Вы знаете, да, в какой-то мере я был где-то в глубине души, да, брошенным, да, меня, грубо говоря, предали, унизили Мне было тяжело Это жена про жену? Это про жену мы говорим, да Нет, я не про жену, я про сипра дочку, которая у Оксаны Которую я не собираюсь бросать, за которую я буду бороться и... И правильно, я только за Это что значит? Что вы переклады с финской мовы, вот значит, что это не ее мужик Да, это не ее мужик Кирюш, ну расскажите, что для вас важно, у вас же есть опыт уже, да, женитьбы Вы знаете, да Что для вас важно теперь в новых будет отношениях? Для меня важно в новых отношениях это прежде всего искренность То есть я, наверное, все-таки после развода, да, с женой, у меня остался такой осадок в душе, что я перестал доверять девушкам, в принципе И занялся своей карьерой Ну и у вас все удачно складывается, между прочим Спасибо, да, дай бог Мне кажется, он очаровал ее сейчас вот этим моментом Ну, он так улыбается, да, так ему так Хорошо, а сюрпризик есть? Да, сюрприз есть, я бы хотел пригласить Оксану вместе Давай, дорогой Я сегодня окажусь Дедом Морозом Закрывай глаза и загадай желание Любое Загадала Молодец В это время я тебя хотел бы приодеть, чтобы ты была снегурочкой Он не нагулялся еще, если ему хочется юную девочку Неглухку Давай лучше попрыгаем наверх Попрыгаем наверх И скорбь-ка Ну что, устроенство в настоящий Новый год, поехали И Давай руки выше с тобой А это уже неинтересно А это уже неинтересно Нормально, неинтересно АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну ты зажег Какой классный сюрприз, правда? Какой классный парень А вам как? Вы знаете, мне кажется, что жизнь вообще полна сюрпризов И, например, один из них сейчас перед вами Вы не узнаете этого человека? Нет Однажды я вез вас из Италии Вы опоздали на рейс А нам надо было под закрытие Внукова Обязательно вылетать И мы решили вас подождать Зная, что вы одна опоздали на рейс Опаздываете Вас все не было и не было Мы в компьютер ввели тогда уже большую максимальную скорость Чтобы успеть к закрытию Внукова И, наконец-то, вы появились Я к вам зашел в салон Вы вообще-то мне сказали, что вы боитесь летать Мальчик мой Про серебристые облака расскажи Я вам показал серебристые облака Очень редкое такое явление Я думаю, вы меня помните Вам было холодно, он был готов снять свой китель, чтобы вам дать Да вы что, я такая неблагодарная Ну вот видите, поэтому, вы знаете, жизнь Еще раз повторюсь Она полна сюрпризов, она непредсказуемая Мы никогда не знаем, что нас ждет Да, Елена, а вам никто не говорил, что вы похожи на меня в молодости? Вы знаете, честно говоря, постоянно Ну давайте все-таки вернемся к Кириллу Вы знаете, он был искренен И где-то он просто что-то не сказал, оставил для себя, что есть абсолютно верно Возраст не смущает, что он ровесник Оксаны? Вы знаете, я вам хочу сказать одну вещь Что русские мужчины, ровесники, они настолько серьезные, что в Европе это был бы просто еще студент И вот именно ровесник может вашей сестре помочь Понимаете, у него еще нет этого жуткого печального опыта И у него есть энергия Согласна с вами Мне кажется, ты ее впечатлил Я сейчас впечатлил самого себя же еще И нас тоже Я тоже считаю, что когда люди вместе растут и вместе добиваются чего-то по жизни Это самый крепкий союз, который возможен только Другие два конкурента будут просто серыми пятнышками на фоне тебя Но я думаю, мы посмотрим И она должна выбрать именно тебя Ты не тушусь, дорогая моя Понимаете, кто не грешен, бросьте камень И на то, чтобы совершать хорошие дела, особо в ума не нужно А вот делать выводы и ошибки свои признавать Вот тут мужество нужно Поэтому, дорогая моя, силы собираем Ничего, дети все равно медленно растут Ситуацию я тебе верю, ситуацию не оставим Кирюша прямо нам вообще очень И как Бэтмен подходит 25 лет Незамороченный будет помогать И у вас есть время выстраивать отношения Ему взрослеть Бороться вместе Потому что не страшно Потому что все первый раз Так что рассматриваем Кирюшу Я думаю, они целиком и полностью за тебя Как гороскоп К сожалению, это тот тип мужчины Который производит впечатление мягкого Но влюбляется не очень быстро Поэтому его дружелюбие не должно вас никак обмануть Он способен быть действительно хорошим другом Он способен состоять в таких продуктивных дружеских отношениях с помощью Но при этом он к женщине должен притираться и привыкать очень-очень долго Поэтому не думайте, что вы сразу можете похитить его сердце Вот если бы был тот же самый Кирилл, но плюс 7 лет Вот к этим 25 годам, может быть 32-33, если бы было Я думаю, что вы нашли бы в нем почти идеального для себя мужчину Но только он бы уже не вписался, я так думаю Вот так активно помогать и участвовать в судьбе Оксаны Но ты бы вышел за ней, если бы она выбрала тебя Ты знаешь, возможно, вышел бы То есть время покажет Время покажет Давай поженимся теперь в вашем мобильном Наберите на 736 Роза и Василиса дадут вам совет в любое время Второй жених готовится к рандеву с нашей инвестой А пока реклама, оставайтесь с нами В эфире «Давай поженимся» у нас люди Оксаны Идите, знакомьтесь с вторым женихом Привет, Оксана Привет Я из Петербурга, специально приехал, чтобы познакомиться и покорить тебя Вручить эти цветы Спасибо большое Теперь ты лучше Нет, я Но он молодец, что он цветы подарил, кстати Да Спасибо Очень красивый же Для программы «Желтые розы» подходит, на мой взгляд, идеально Называется «Вот вам ведущий, чтобы вас никогда не видеть» Это значит быть выбранным и больше никогда не вернуться в программу Мы вам рады С кем вы пришли, Кирилл? Мои друзья Дима и Слава Давайте на вас посмотрим и узнаем вас получше Кирилл, 32 года Владелец компании по обслуживанию оргтехники Гордится тем, что построил дом Мечтает побывать на Бали Предупреждает, что раз в неделю встречается с друзьями И любит путешествовать на поездах Возлюбленная Кирилла была истеричкой После публичного скандала в присутствии его родственников Понял, что в отношениях нужно ставить точку Надеется, что у Оксаны здоровая психика Да, сочувствую Сочувствую А что за скандал-то она устроила? Ну, знаете, какая эмоциональная напряжение Непоконтрольное Тогда вот А где все это произошло? В Швеции, да? Куда вас пригласили родственники? Да, в Швеции, где живут Ну, моя сестра Вот, и мы были приглашены Где она достойно выступила На хорошем новогоднем вечере Да, где были все взрослые люди В смокингах, да Называла калинку при всех Но на следующий день от этого напряжения Она устроила скандал С матом? С матом А за что? С матом, да А за что зацепилась-то она? Из-за того, что я Ну, я вышел и покурил Из-за этого, соответственно Я так не курю Но когда выпью на выходных Я позволяю выкурить сигару И она прямо при всех? Да Ну, может быть, правда У девки нервы сдали Но это был единичный случай? Нет Нет, это был не единичный случай То есть она устраивала истерики По поводу и без Всякое в жизни бывает Всякие девушки, конечно, бывают Я тоже так понимаю его отчасти Все люди эмоционально бывают В тельном случае, да Но вот именно когда В нештатной ситуации происходили Когда появляются новые люди Это были такие ситуации Когда человек не может контролировать свои эмоции Его штыр, знаете, от депрессии Вот, знаете, до... Ужасно А она в нормальном состоянии Была абсолютно адекватно, да? Да, да, да А вы с ней разговаривали? Может быть, там требовалась, не знаю, медицинская помощь какая-то Не предлагали ей? Это не лечится А, Кирюш, ну, может быть, нужно было ее каким-то образом Перевести на другую работу? Ну, если любили Я делал все Для того, что... Подожженились ведь на ней Я хотел Я не женился Она работала Что за работа, я никак не пойму Разведчиком, что ли, работала? Что-нибудь там напряжение? Учительница в школе Учительница? Бедные дети Английского языка Бедные дети Вы представляете, вот эти истерички А у нас, я теперь понимаю Это сейчас мы знаем, что такое депрессия Что это антидепрессант А в советские времена Боже мой, что сумасшедшие учителя У нас одна была Просто кошмар Страшно, страшно вспомнить Сколько унижений Сколько унижений Я считаю, что нервное отклонение Вот ты часто говоришь, что нельзя жениться на игроманах, алкоголиках и спасать их Я считаю, что, к сожалению, выходить замуж Или жениться на женщине с психическими отклонениями Тоже не надо Это тоже борьба, конечно Ну, абсолютно не ее Слушай, ну, внешне вообще Это одно и другое Он бы больше подошел Розе, наверное Вы готовы взять на себя вот такое бремя? Вы знаете, мне, конечно, сложно Как бы ассоциировать себя с Бэтменом Да, или там с Робином Или еще с каким-то персонажем, да Но во мне вы можете увидеть Надежного, крепкого друга Прежде всего Время покажет Кто и что может Моего солнышка Вот как-то, знаете, трудно обмануть Вот я вам верю абсолютно Я верю, что вы намучились в своих первых отношениях Я верю, что вы можете взять Оксанина проблемы на себя У меня на самом деле серьезная жизненная ситуация И конфетно-букетно-цветочный период Он быстро закончится И начнется жизнь повседневная Мне кажется, эти двое абсолютно не готовы Я просто знаю Кирилла там 15-20 лет И то, что вот он сказал, это настолько искренне Он действительно искренний человек Ребята, если 20 лет, если вы приехали его поддержать из Питера Значит, человек верный и постоянный Это уже такая речь И вот все его слова, они из души идут Они не просто так вот для чего-то сказаны Они именно из души То есть это такой глубокой, высокой души человек Кирилл, хорошо, я поняла, вы великодушны Кроме женских истерик Чего еще не будете терпеть? Это прям как у Ахматовой Он любил три вещи на свете За вечернее пение, белых павлинов И стертые карты Америки Не любил, когда плачут дети Не любил чай с малиной И женских истерик А я была его женой Вот что вы еще не любите? Ну, мне кажется, по ситуации По ситуации Ну, чтобы хозяйка муж хорошая была Не, ну это, мне кажется А пироги там любить Не, пироги я не люблю, но А что важно, чтобы ваша жена Вот прямо приоритет наделала? Чтобы уважала, наверное, в первую очередь Уважение, да, безусловно Честность, искренность И знаете, когда Мне очень нравится, когда люди Они стремятся Какой-то хороший климат в семье создать В отношениях Потому что он на основе На доверии На чувствах На заботе На проявлении внимания Вы сговорчивые? Да Глаза у него грустные Может, если уйдется с первого взгляда Возможно Если он грустный А она будет грустная Так каши не сварят А подарки вы ей дарите? Ну, те, кто меня знает Людей пока Еще никто ни разу Меня не упрекнул Чтобы я был бы жадным А вот самый дорогой подарок Который подарили? Слушайте, вы знаете Как-то мне сложно Калькулятор снижать Вот один мужчина Одним женщинам дарит Дорогущие подарки А другим не дарит ничего Зависит от женщины Правда? А какие сюрпризы С стороны женщины Не сможете вынести? Я потом поясню свой вопрос Рога А так вы знать не будете Или оно у вас чешется Ну как у Олежки Чешется же Рожки тогда начинают расти Нет, вы что? Кирилл, покажите сюрприз, пожалуйста Оксана, мы знаем, что ты Ну, танцевала Или любишь балет Из нас, конечно, плохие Танцоры Но все-таки твоя часть Нам понадобится Ничего себе А, они сейчас станет С маленьких лебедей Будут танцевать Точно Ты думаешь Да Маленький пикер Молодцы, мальчики Какие вы молодцы И как это было все здорово И весело Спасибо вам Проходите Нормально Зашли Какие хорошие парни в Питере Да Как вам жених? Как друг он будет Я думаю, очень надежным Человек Он вселяет уверенность Вселяет оптимизм И я даже А мне кажется Тут такие страсти могут кипеть Он настолько готов К отношениям Именно к любви Зачем же его Прозапас Как друга Я бы его рассматривала Как мужа Потенциального Вы что? Вы продолжили мои дальнейшие слова Ну, мужчина и должен быть другом Для женщин В первую очередь Мне кажется Что вы увидели? Я увидела Вполне Надежного Человека Не могу сказать Слишком много Но мне показался Его номер Очень креативным И смелым А друзья Которые вы поддержали Это же нужно иметь Определенную смелость Да? Это же нужно Как болеть за друга За своего Чтобы так не постепенно Слышать Мне кажется Ты произвел Нужное впечатление Вообще И так мы разорвали Мне кажется А ей понравился И подарок И танец Но единственное Мне показалось Что все-таки Он обратил больше внимания На вас Чем на меня Ну ладно Послушайте Я ему Только могу Старшие сестры Годиться Роза Мне показалось Что он больше Для друг Конечно подходит А нам нужно Все в одном флаконе Собственно говоря И муж Почему Роза И боец Ну наш Ну нам дела Надо порешать пока Ну А сейчас ему 32 Мужчине уже Надо детей рожать Ну какие у нас Тут сейчас Дети в перспективе Мастерис А что гороскоп Чудесный мужчина Которому всегда Будут попадаться Женщины С некоторой особенностью Эта особенность Будет проявляться Неожиданно В качестве сюрприза Поэтому я спросила Какого сего Призона Не хотел бы от женщины Видеть и слышать К сожалению Это оппозиция Венеры с ураном Когда какие-то Особенности женщины Могут быть до времени Скрыты от глаз А потом проявляться Временно Это может быть Вот такая истерика Которая случилась После якобы Перенапряжения Или это могут быть Еще какие-то нюансы Я считаю Что здорово Что Кирилл Оказался сегодня у нас Он благодаря программе Может например Все про вас узнать сразу И для него Дело может обойтись Без сюрпризов Без каких-то осложнений Мне правда Он очень понравился По-моему серьезный Хороший Показал причем себя Вот настоящего Как вот он есть Без всякого ненужного Какого-то напуска нового Не перенервничал А вот какой-то есть Вот такой-то и был Совсем скоро Невесте предстоит Третье свидание После рекламы Смотри на продолжится Оставайтесь с нами Мы оценим то Что всегда остается неизменным То, что совершенно Чай Акбар Вы смотрите Давай поженимся И я Предлагаю Стретьим Женихом Проходите Милая Оксана Для меня это очень Волнительный момент Я считаю, что Любовь чувствуется безграничное И границ Оно знать не должно Я очень надеюсь Что у нас с тобой Найдется взаимопонимание В этом вопросе Это тебе Спасибо Ну он тоже взрослый Кстати парень Он тоже 30 Наверное с чем С кем вы пришли? Я пришел с моими Друзьями Рустам И Кристина Очень приятно Ну чтобы узнать вас лучше Давайте нас посмотрим Юрий 30 лет Владелец мини-отеля В Санкт-Петербурге Мечтает стать Кинорежиссером И снять добрый Фильм о любви Предупреждает Что любит шумные компании Признается Что не умеет Говорить нет Юрий встречался Со своей девушкой Из-за должения Но она не оценила Его жертв Сначала изменяла Ему с другим мужчиной А потом отказалась Выходить за Юрия замуж Надеется Что с Оксаной У них будет полная Гармония В отношениях Господи Молодой Красивый Небедный А что мешало По зову сердца Допустим Жениться на девушке Почему из-за должения Это нужно было Как-то я всегда Придерживался Одних вот слов Которые я услышал Вот Алиса Бруновна Френдлер Наша замечательная Петербургская актриса Что Любовь Зиждется На трех китах Это Дружба Уважение И Телесная близость С моей Избраньки С которой я встречался Три года Мне не хватало Наверное Немножечко дружбы А вернее Энергетики Почему-то он тоже Не очень веселый Пока Потому что они говорят О прошлом Вы ведь с ней Расставались И не один раз А потом возвращались Снова Она даже вам В одно из ваших Ну так сказать Расставаний Умудрилась И изменить И С кем-то там Зароманить А вы ей Простили Я считаю Что Время лечит И Проблема Всегда заключается В нас Вы ей Простили Измену И после этого Сделали ей предложение Вы женились на ней Я не женился Она мне отказала А почему я пошел Делать ей предложение Все очень просто Я Как-то Стал жить Воспоминаниями Вот А воспоминаниями Я всегда живу Положительными И Плюс еще Во мне родился Какой-то Комплекс Что я не смогу Найти лучшее Если девушка Тебе изменяет Как он говорит Да То проблема Не в ней самой А проблема в тебе В первую очередь Ну а там может конечно же и в ней Предложение я делал Следующим образом Я пошел в прокат Театральных костюмов Снял мундиры Императора Александра Первого И в этом мундире Пришел к ней С кольцом Плюс я еще Позвонил Своим друзьям Абсолютно все Это же была зима Юрочка Была зима Была пушкинская метель Была великолепная погода Были ж ботфорты на мне Под барабанную дробь С криками ура Вы ворвались к ней Пали на колено Как водится Да по-гусарски Подарили ей колечко Там был еще один нюанс У меня была Селитра Гильза вернее Которая пахла селитрой Из-под Полуденного залпа Петропавловской Пушки О боже Как это романтично И там были девять роз О боже Они символизировали День рождения ее мамы Потому что это было Девятое декабря Вот Ей исполнялось 60 лет И цветы я нес маме Я хотел В этой гильзе В этой гильзе В гильзе Да 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 В этой гильзе Мини-отель Да Мини-отель Мини-отель Можешь приносить Макси доходы Рус Так может на сюрприз Посмотрим Хорошо Давайте Мини-отель М vamos Миной-отель Мuntu М is Ты знаешь, как ни крути, хоть я и кандидат в женихи, а они не плохо смотрятся. Спасибо большое, Кристина. Вы с друзьями приходите в команду. Умарь ее. Умарь ее, да на тебе пахать надо. Как вам жених? Человек, я считаю, очень близкий нам по духу, в том плане, что он очень романтичный. Человек, который во главу всего ставит любовь, он назвал это чувство номер один. А потом, знаете, хочу сказать, как-то любится оно веселее, когда у тебя хороший бизнес, очень красивый, очень приятный, в виде отеля. Не надо по парадным там где-то шоркаться, мерзнуть у батареи. Поэтому как-то все очень складывается. Я думаю, стоит рассмотреть. Я знала, я знала, Юля. Ты, Светлана, где вышла? Мне все нравится. Как грустно начиналось, а сейчас жизнь налаживается. Третий жених уже с гостиницей. Так что, дорогая моя, все хорошо. Ну, я думаю, что я бы и подошел, у нас бы сложился замечательный товарищеский союз. Вот это мужчина, который любит женщину с проблемами, или ту женщину, которая ему эти проблемы доставляет. Правда, его нужно тронуть не только этим. Мужчина водный, это ваш тип. Я считаю, что его нужно рассмотреть. И я вот в такой медленности речи вижу один плюс точно. Этот мужчина не будет быстро затаскивать девушку в постель. Он пока начнет свой разговор, пройдет недели три. Уже нельзя будет сказать, что как-то он слишком быстро приступил к делу. Поэтому, в общем, мне кажется, что можно во всем находить свои положительные стороны. Точно надо рассмотреть. Мне кажется, это самая хорошая женщина, честно. Юрец-то? Да. Юрец. Кто-то произвел на вас впечатление? Кого-то могли бы посоветовать? Я бы порекомендовал Юрия. Я сказал, что человек по романтизму, близкий нам по духу, близкий Оксане по духу. Она у нас натура романтичная, творческая. Я как фигурист сейчас, знаешь, после Катания. Я соглашусь тоже с третьим выбором, потому что у него есть сочетание и такой творческой нотки, и серьезности. И мне очень импонирует это сочетание в людях. Придется, конечно, нам друг друга поизучать еще, но я выйду однозначно. Единственный человек, которым я бы вам прям вот настоятельно рекомендовала пойти, это Кирилл Первый. Вот он уже как-то поспел. И его запала, его молодости, его влюбленности в вас хватит на то, чтобы вам помочь. И ведь поможет реально. В этом случае молодость работает на него. Я тоже за Кирилла. И подкупили уж у меня и подарки. Значит, в общем-то, знает, что делать и как подойти к этому вопросу. Кирилл Первый. Я тоже с тобой солидарна, Лариса. Кирилл Первый. По-моему, всех подкупили. Ну если у меня бабки есть, что я могу делать? Только Кирилл Второй. Пожалуй, сегодня из всех троих заслуживает внимания и заслуживает на такого более серьезного отношения, что ли. Даже если страсть к нему не вспыхнет сразу, потому что, я уже сказала, может быть, это не ваш сексуальный любимый тип мужчин. Даже если вот этого какого-то первого движения души не будет, все равно с ним стоит пообщаться хотя бы. Я за второго Кирилла. Положитесь на себя, слушайте свое сердце, оно вас не обманет. Идите сюда, куда решили, мы вас поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте СМС их номером по телефону 4-4-ки. Анастасия, 21 год, номер 2229. Студентка, изучает английский и испанский языки. Мечтает стать финансовым директором крупной сети гостиниц. Ищет умного джентльмена с голубыми глазами. Алексей, 23 года, номер 2230. Повар в ресторане. Учится на технолога общественного питания. Планирует открыть собственный ресторан. Хочет найти в девушке верного друга и собеседника. Мы не знаем, выйдет Оксана одна или с избранником. Я приглашаю всех. Выходите, давайте ее поддержим. У нас есть пара Оксана и Юрий. Давайте подравим вместе с группой А-Студио. Ну и всех поздравляем с Новым годом. Ребята, счастья вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...